Всем привет, вы на канале Зеф, а с вами как всегда Александр. На официальном сайте Rockstar вышло много информации о грядущем обновлении в Red Dead Online и по описанию нас ждет нечто грандиозное и очень крупное. Старые абонементы, бесплатный хэллоуинский второй абонемент, многоэтапные ограбления, множество заданий и серий преступлений, обновленный бандитский пропуск с четырьмя этапами и многое другое. Сегодня мы с вами все подробно разберем, а также посмотрим, что показали Rockstar в трейлере по летнему обновлению. Устраивайтесь поудобнее, обязательно подписывайтесь на канал и прожимайте свой царский лайк. Зарабатывайте кровавые деньги в ряде дерзких ограблений, новые перспективные дела и не только в обновлении Red Dead Online на следующей неделе. 13 июля в рамках обновления Кровавые деньги вы сможете стать частью преступного мира Red Dead Online и доказать всем и каждому, что вы не боитесь грязной работенки на службе у самых известных и влиятельных членов преступного сообщества Сен-Дени. И тут мы понимаем, что Мартелли — это не единственный, так сказать, NPC, с которым мы будем взаимодействовать в ходе летнего обновления. Кровавые деньги. В переулках столицы штата Леймон поползли слухи о том, что Гвидо Мартелли, правая рука и заместитель печально известного Анджела Бронте, разыскивает метких стрелков с легкой рукой и крепким телосложением. Мартелли хочет заполучить ценный товар под названием банкноты Капиталли. Когда-то они были уникальным средством взаиморасчета в щепетильных сделках вдали от всевидящего глаз налоговой службы, но теперь они расползлись по рукам множества отморозков на территории всех пяти штатов. Бронте и Мартелли хотят их вернуть, и если вы им поможете в качестве награды, Мартелли предоставит вам доступ ко многим ценным преступным перспективам. В общем, помогаем Мартелли вернуть облигации, а именно Капиталли, в свою очередь перед нами откроются преступные перспективы. А это, как я понял, все различные задания. Мартелли интересует только результат, поэтому для доступа в мир цивилизованного криминала от вас потребуется лишь верный пистолет и готовность его использовать. Больше ничего. И вот тут очень интересно. Это указывает, что нам тратиться вообще не нужно. Просто работаем для Мартелли, а после нам откроется доступ к различным активностям. Преступления и перспективы. Мартелли снабдил информацией о возможном местоположении Капитали самых аморальных наемниках в истории Запада. Встречаясь с ними, вы получите доступ к новому виду работы – преступления. Преступления могут быть самыми разными – от нападений на экипажи до многоэтапных ограблений, в том числе похищений, выбивания денег и многое другое. И вот тут нам стоит заострить наше внимание. По-видимому, в игре все-таки будут крупные ограбления. И не просто ограбления усадьб, так сказать, а ограбления с поэтапной подготовкой. Совершать преступления можно в одиночку или же в компании целого отряда головорезов. Во время каждой такой вылазки вам придется сохранять бдительность и прочесывать территорию в поисках банкнот Капитали. Они могут лежать по тайных сундуках или же среди останков тех, кто перешел вам дорогу. Исследуя прерии в свободном режиме, вы услышите о незапертых поместьях и лагерях без охраны, из которых таки хочется собрать все капитали. А вот тут Рокстар уже раскрывает, что имела ввиду под ограблениями усадьб. Помимо активных заданий, мы в свободном режиме сможем спокойно грабить поместья и лагеря. Правда вопрос возникает, лагерь без охраны это случаем не лагерь другого игрока? Это может породить новую волну гриферства. Ну думаю, Рокстар такое не будет добавлять и имеет ввиду лагеря бандитов. Собрав для гвидо Мартели достаточно капиталя, вы получите доступ к перспективам. Эти задания, которые вы получите прямиком от Мартели, часть его плана подорвать влияние сенатора Леймана, который осложняет деловые операции Бронта в регионе. К каждому из этих заданий есть несколько подходов. Подслушивайте разговоры или найдите важные цели, чтобы открыть новые пути прохождения. Похитив и доставив Мартели каждую из трех драгоценностей запада, вы поможете ослабить положение сенатора. Первое из трех перспективных заданий будет доступно 13 июля, остальные два через некоторое время. И снова Рокстар нас удивляет пояснить крупным обновлением Red Dead Online. После того, как мы соберем достаточное количество капиталя, мы сможем получить доступ, я так полагаю, к ограблению. Коих будет три. Первое будет доступно сразу 13 июля, другие будут водиться дозированно. И в этих ограблениях наша задача украсть бриллиант, изумруд и рубин, о которых говорится в трейлере. Говоря о трейлере, нам показали моменты из новых заданий. Даже я увидел новое оружие, но спешить не будем, возможно это старое оружие просто в скинах. Собственно мы увидели в трейлере и ключевых персонажей помимо Мартели, а также, как я и сказал ранее, цели для перспектив от самого Мартели. Клуб Проворный Стрелок. Новый абонемент для стрелков, разделенный на 4 взноса, совершаемых в течение наступающих месяцев. То есть первые 25 уровней будут доступны в июле. А так с каждым новым месяцем новые 25 уровней. Членство клубе открывает доступ к уникальным наградам, бонусам и предметам, которые помогут игрокам выжить по ту сторону закона. И первым таким эксклюзивом станет костюм дачи, Редклифф. С каждым приобретенным абонементом вы будете получать дополнительные бонусы и награды, которые помогут преуспеть в новой главе вашего путешествия. Один взнос обойдется в 25 золотых слитков, которые вернутся к вам по достижению 25 уровня. Именно на столько уровней рассчитан каждый абонемент. В качестве дополнительного бонуса игроки, заплатившие все 4 взноса, получат также хэллоуинский абонемент номер 2. Совершенно бесплатно. Многие начали писать, мол 100 золота нужно, но друзья, если Рокстар будет возвращать не только за первые 25 уровней золота, но и за следующие уровни также будет возвращать, то нам потребуется только купить первые 25 уровней, а после будет возвращаться золото и новых растрат уже не будет. Новая одежда, предметы из предыдущих абонементов и многое другое. По просьбам игроков некоторые брошюры, прежде доступные только в рамках бандитского абонемента, например, возможность быстрого перемещения из походного лагеря появится в продаже у скупщиков. Кстати, как раз именно этот исход мы с вами и обсуждали на стримах, что брошюра обязательно появится в продаже. Кроме того, в ближайшие месяцы игроки, не успевшие приобрести самые стильные популярные костюмы из бандитских абонементов номер 2 и номер 3 смогут исправить это упущение, в их числе костюмы, которые носили легендарные члены банды Ван дер Линде, например, костюм Марстона Клеллан, костюм Артура Харуэй, Дэдом Билла Уимсона и сапарата Хавьер. Как именно это будет выглядеть, неизвестно, но я так предполагаю, что это скорее всего новое поступление одежды из заграничной серии. В рамках обновления 13 июля для всех владельцев видеокарт Nvidia в Red Dead Redemption 2 и Red Dead Online на ПК будет реализована поддержка Nvidia DLSS. Эта технология увеличит частоту кадров и создаст прекрасные четкие изображения. А вот тут Rockstar что-то путает, ведь не все владельцы карт Nvidia смогут получить эту технологию, так как только с 20-го поколения есть поддержка данной технологии. И что странное, про консоли нового поколения Rockstar ничего не сказали, так что владельцам консоли нового поколения стоит ждать 13 июля. Это вся информация, которая доступна на сайте Rockstar. Чтобы ролик не затягивать, немного добавил от себя информации, а вот подробно мы обсудим на стриме. В целом я скажу, что обновление будет поистине масштабным и возможно самым крупным за всю историю Red Dead Online. Я счастлив как никогда, ведь обожаю эту игру. Правда, чтобы не портить себе настроение, лучше останусь в соло-сессии, ибо читеры и гриферы много внимания мне уделяют. Всем спасибо за просмотр, в комментарии пишите ваши мысли по поводу обновления и всей этой информации. Если ролик для вас был полезен и интересен, обязательно подписывайтесь на канал и прожимайте лайк под этим видеороликом. Новый видеоролик уже готовится и совсем скоро выйдет на канале. Всем до встречи!